Друзья, сегодня выпуск на тему фильма «Матрица». Меня многие после того, как я опубликовал видео «Как купить билеты за тысячу Зеленского». Скажу вам так, сколько я услышал плохих отзывов о «Матрице». Вот все критики там, раскритиковали ужасный фильм, страшный, неприятный. И вообще четвёртая серия, типа, ни в какое сравнение идёт с первыми тремя. То есть даже с последними двумя частями, которые уже были продолжением, четвёртая просто не вписывается ни в киеве рота. Я, как фанат этого фильма, знаете, как любого человека, допустим, фаната какой-то музыки, тяжело переубедить, что в концертах любимого исполнителя неинтересный. Нужно посмотреть, послушать, что это на самом деле такое, сделать свои выводы. Поэтому у меня ещё есть два билета. Вот сегодня один я потрачу специально на то, чтобы пойти на «Матрицу». И вкратце расскажу вам, на самом деле, стоит фильм смотреть, не стоит, и вообще зря его хейтят или нет. То есть сегодня вот после кинотеатра приду и досниму это видео, расскажу вам свои впечатления. Ну, в любом случае, я думаю, что я разочарован не буду в связи с тем, что этот фильм когда-то в своё время перевернул моё немного мировоззрение, сознание, скажем так. И в те годы, когда он вышел, это был природной фильм. И даже чисто посмотреть, чем это закончится, мне даже просто интересно и с любопытством. Так что, друзья, в конце этого обзора вы услышите моё мнение. Пока что вот записываю ещё до того, как я его не видел. Хотя я говорю, что мы слышим о том, что фильм какой-то неудачный или не совсем хороший. В общем, друзья, скоро вернусь и расскажу вам о «Матрице воскрешения». Так, друзья, что вам сказать? Сходил я, короче, на «Матрицу». Моё впечатление, что это просто сделали такое типа завершение франшизы в таком комичном, полушутливом стиле с акцентом на то, что, как моё мнение, как мне показалось, Лана Вачёвски дала понять, что главное в мире не какие-то там технологии, какие-то воздействия людей на других людей при помощи каких-то машин, а самое главное всё-таки это какие-то человеческие глубинные чувства, которые в нашей жизни остаются независимо от того, что с нами происходит, где-то в глубине души, если у людей какая-то сильная привязанность друг к другу, какие-то чувства, любовь, то что бы с вами ни делали, в любом случае вы об этом вспомните и добро восторжествует. По сюжету фильм такой немножко спонтанный, запутанный, даже не знаю, почему там категория 16+, потому что фильм довольно-таки лёгкий, без всякого там мяса, крови и всего такого. Реально, скорее всего, это просто такая шуточная финальная часть, которая показывает, что что бы там ни происходило, добро всегда победит. Ну и даёт людям веру в то, что всё будет хорошо. Расписывают разные теории, чуть ли не заговоры, почему так сделали, зачем так сделали. Моё мнение, что просто авторы решили, во-первых, это отсылки к первым трем фильмам. В начале фильма очень сильно как бы на это идёт акцент, что Нео, то есть Томас Андерсон является типа разработчиком игры и полностью как бы игра, это первые серии «Матрицы». Ну, то есть я не буду делать такой спойлер, но я вам скажу, что всё будет хорошо как в кино, так и в жизни. И если верить в лучшее, то так оно и будет. Если даже плохие люди всё равно в конце концов могут исправиться и стать хорошими. Не важно, кто это, запрограммированная машина, либо это человек, изначальная цель нашего существования – это стремление к чему-то хорошему и светлому. Поэтому, друзья, вот мнение, мои зрители просили услышать, что я по этому поводу думаю. Думаю, что это просто такой логический финал с хэппи-эндом. Посмотрите обязательно, кто любит этот фильм, поначалу немножко нудноватый, но когда вы проникнетесь и вот примите во внимание мои слова, то я думаю, он вам зайдёт сразу и отнеситесь просто к этому больше с юмором и с моральной точки зрения, а не с какой-то там технической. Ну и вообще, мне кажется, что фильм снят в традициях типа «Первой матрицы». То есть они специально не делали каких-то мега-супер-спецэффектов, не делали каких-то там постановок современными, вот как сейчас в новых фильмах выходит. Сделали именно плавно первую часть, но без продолжения. Хотя говорили, вот «Пятая матрица» должна быть, мне кажется, на этом франшиза закончится. И авторы дали понять на то, что вот в конце концов наше человечество должно прикинуть. Потому что что получилось в этом фильме. Короче, добро победит, будем в это верить и надеяться на лучшее. Так что, друзья, всем привет. С вами был Эксперт Одесса и моё мнение по поводу фильма «Матрица». Советую посмотреть, даже если вы читали каких-то негативных отзывов.